Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное для миллионов, без преувеличения людей, видео. Как я и обещал в своем недавнем видео, надо ли гасить соду кипятком, я поднял вопрос и обещал снять видео про натуральные и бесплатные методы защиты от комаров. Интерес у вас был проявлен, писем пришло немало, и вот я сделал это видео. Вы прекрасно представляете и, как говорится, на своей шкуре испытали не один раз, что такое полчища, тучи комаров в лесу, у воды на реке, на даче, в турпоходах, экспедициях, да и в квартирах они бывают. Для защиты от комаров и других насекомых химическая промышленность придумала массу средств и миллионами тонн производит их уже десятилетия, пополняя свалки островами и горами химического мусора, а заодно и убивая наше здоровье, особенно тех, кто пользуется этой химией, обтирая себя из флаконов и дыша тем, что при тлении выделяют эти средства. Всевозможные фумигаторы и тому подобное. Но сейчас я расскажу вам о двух разных способах, которые современные люди и так используют. Но те способы и средства, что люди используют, вредны как для личного здоровья, так и для окружающей среды. А от тех средств, о которых я вам сейчас расскажу, и вреда нет, и эффект сильнее, чем от химии, да-да, и польза для здоровья присутствует тоже. Это природные натуральные аналоги, как средств для натирания на кожу, так и аналог вонючек типа пластинок и спиралек для различных фумигаторов. Кстати, вы хоть раз посмотрите на состав этой химии, хотя бы на тот состав, который пишут на упаковках, а пишут далеко не все, а прочтя состав, наберите покомпонентно в поисковых системах и прочтите о этих действующих отравляющих веществах и подумайте, стоит ли себя убивать этими средствами, да еще и выкидывать тысячами тонн эту химию в помойки. А кто и в лес? Ведь этот пластик от оберток и отработок убивает природу дополнительным мусором. Итак, что это за натуральные средства и как ими пользоваться? Первое. Найдите в лесу ближайший муравейник. Нужно иметь с собой тряпочку, можно и носовой платок, но лучше толстую натуральную ткань, можно типа вафельного полотенца и воду. Нужно намочить полотенце, отжать его и расправив, положить на муравейник. Подержать минут 10 с одной стороны, перевернуть на другую и подержать еще 10 минут. И можно спокойно протирать лицо, шею, руки, все уязвимые части тела, которые у вас без защиты одежды. И дело вот в чем. Эта намоченная ткань за это время пропитывается муравьиной кислотой, а нанеся ее на кожу путем втирания тряпкой, вы и нанесете муравьиную кислоту на кожу. Муравьиная кислота является сильнейшим средством против комаров. Они не сядут на те места, где нанесена муравьиная кислота. И к тому же она обладает, в отличие от проклятой химии, большой пользой, являясь и природным антисептиком, прекрасным средством от прыщей. Инфекция не проникает в ранки, если они, конечно, есть. Муравьиная кислота также обладает прекрасными противовоспалительными свойствами широкого спектра. Можно обернуть и шею данной тряпочкой для дополнительной защиты. Действует это средство долго, а в лесу вы всегда найдете муравейники, тем более, если места вам знакомы, скажем, дачные места. Таким образом, и муравьям вреда вы не нанесете, если их, конечно, не давить, и себе защиту обеспечите. Теперь про вторую защиту. Это аналог химическим вонючкам, всяким пластинкам и спиралям, которые выделяют токсичные вещества непосредственно в кожу или воздух, которыми вы и ваши дети дышите. В природе, дорогие друзья, есть все. И я об этом сотни раз в своих видео говорил. Все, чтобы оставаться здоровыми, и все, чтобы вылечить любые имеющиеся болезни. И этому как раз посвящен мой данный канал. Так вот, в природе есть и средства, что неудивительно, чтобы отпугнуть комаров, да еще сильнее, чем эти вонючки. А то средство, о котором я сейчас вам расскажу, еще и полезно для наших легких. Это трутовик. Тот самый вид трутовика, из которого еще готовят, по крайней мере, раньше делали. И сейчас делают, но только продвинутые походники. Труд для розжига огня. Это трутовик настоящий. Внимание, не сернисто-желтый, не лиственничный и не прочие трутовики, а настоящий. Вот этот. Надо просто его заготовить при любом походе в лес. А растут эти трутовики повсеместно на многих деревьях. Их надо нарезать острым ножом или распилить пилкой на дольки, как хлеб, только толщиной 5-7 миллиметров. Затем их можно вставить в любой расщеп, наподобие лучины, или поместить в зажим, да как угодно, и поджечь. Гореть он не будет, а будет тлеть и дымить. Так вот, этот дым комаров прекрасно отпугивает. И для здоровья это будет польза, а не вред, как почти от всего, что создал человек в попытке улучшить то, что уже и так есть в природе. Ну как вам такие природные советы? Свой комментарий напишите. Но я вам скоро добавлю еще кое-что, очень интересную и нужную информацию. Точнее, пару интересных вариантов. А пока небольшая реклама от меня и вопросы к вам, к моим зрителям. Послушайте. Какие видео вы хотите, чтобы я снял? У меня есть одна задумка. Я могу снять видео про натуральные средства защиты от клещей. Тех самых клещей, которые переносят энцефалит и боррелиоз. Что скажете? Интересно? Нужно это вам или нет? Если вы хотите, чтобы я снял такое видео, то напишите под этим видео следующее. Да, снимите, пожалуйста, видео про защиту от клещей. Вам это написать будет несколько секунд, а для меня это будет обратная связь от вас. И я пойму, стоит ли мне делать такое видео или нет. Тратить мне мое время, мой труд или нет никакого смысла. Если наберется хотя бы 5000 комментариев, я сниму. Поэтому не ленитесь и пишите под этим видео, хотите или нет. Знаете, мои новые зрители, что у меня есть второй канал, он называется «Жизнь на земле». Посмотрите вот хотя бы эти видео с моего нового, второго канала. Особенно, кто любит природу, жизнь на земле, кто хочет переехать в экопоселение, в деревню. Я советую посмотреть хотя бы эти видео, как мы строили дорогу, как мы строили супер-эко-курятник, про наши электрические трициклы, про уникальный зимний сад. Ну а на этом моем главном канале я рекомендую посмотреть хотя бы вот это видео. Зачем я переехал на землю и строю образцовое мегахозяйство на 150 гектарах? Внимание, на ярмарке по продуктам мы больше не ездим, не участвуем на них из-за увеличения объема продаж и невозможности отвлекать от процессов сборки ваших же заказов, наших сотрудников. А я лично больше практически не приезжаю в Москву и все время нахожусь в моем хозяйстве в Пушкинских горах Псковской области. И потому всю нашу продукцию, наши продукты, товары, приборы вы можете купить только на нашем единственном официальном сайте надгард.ру. Мы отправляем наши продукты, товары в любые точки России и мира, где бы вы ни находились. А на территории Украины у нас есть наш представитель. Это сайт Лавка Фролова в Киеве. Ссылка будет в описании. Да, также под этим видео будет ссылочка на продажу большой территории в 160 гектар с двумя ледникового происхождения озерами, тоже в Псковской области, но в другом районе. Посмотрите в описании по ссылочке. Кому будет интересно. Скоро выйдет несколько видео о новых уникальных продуктах и товарах. Обратите свое внимание еще на два вот данных вопроса. Это осанка, это здоровье позвоночника. В этой связи посмотрите вот эти видео про уникальное провило и шапку глиссона. А второе, это про конторки, про работу за специальными конторками, стоя, а не сидя. Изучите эти вопросы. Ссылки будут в описании. Ну а напоследок скажу, вернусь к главной теме. Обязательно пишите свои комментарии, оценивайте это мое видео. Прошу не лениться. И свою благодарность проявить хотя бы в отзывах и лайках. То есть оценки важности для вас моего данного видео. Помните, чем больше комментариев, тем видео на ютубе лучше продвигается. А значит, это будет стимул для меня снимать для вас новые интересные видео с важной, ценной информацией. Продолжаю. Третий пункт. Конечно, относительно натуральные средства тоже можно купить в наши дни. Но это все относительно. Просто мой совет, изучайте подробно состав по компонентно, то есть каждого компонента, который указан на тюбике, флаконе и так далее. Четвертое. Есть такие установки, которые выделяют из баллонов углекислый газ, на который и летят насекомые, которые потом всасываются в специальные бункеры, мешочки. Такие установки ставятся стационарно, стоят дорого и требуют заправки в баллоны углекислого газа, либо метана для его горения с выделением СО2 и тепла. Но такие технологии тоже имеют место быть, почему бы нет. Хотя в пешие походы в лес их не возьмешь, а только в автомобильные. Это да. Ну и последнее. Скоро у нас продажи, а это все-таки сезонный товар, сезонное производство. Будет натуральный спрей из особых трав. Состав тоже прочтите обязательно. По ссылочке мы сейчас ее дадим вам. Этот спрей защитит вас от многих насекомых, не только от комаров. Посмотрите непременно состав и описание по ссылочке. Она будет в описании. Ну что ж, дорогие товарищи, а на этом, пожалуй, все. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.